Всем привет, друзья! Я сейчас иду на выступление. Мы всегда выступали в разных местах, а сегодня будем выступать в самом главном зале Харькова. Интересно тебе, как там будет внутри? Да. Мы идём через парк Шевченко. Утро, людей очень мало, солнечная погодка, просто супер! Смотрите, какая в парке появилась скульптура! Эта скульптура – визуализация звуков города. Сейчас послушаем. Вот мы уже и на месте. Мне кажется, сюда надо. Нет. Не сюда? Видишь, написано – фестиваль. Поднимай, поднимай наверх. Привет! Уступление закончилось. Сюдино поставили две десятки и одну девятку. Ну, это всё равно вышло первое место. Не гран-при, конечно же, но будет к чему стремиться. Вот такую дали медаль. И ещё два кубка. Да. И ещё даже денежное вознаграждение для поездки за границу всему коллективу. Тебе понравилось выступать? А кинозал понравился? Концертный зал? Очень. Он очень красивый. Ну, а теперь едем домой, потому что там нас ждут кто? Котята. Котята, конечно! Уже заскучали без нас полдня. Мы уже вернулись домой, и моя медальница выполняется ещё одной медалькой. Ребята, кто ещё не знает или не смотрел видео, у нашей Лолы родились маленькие котята. Смотрите, вот они лежат. Вы подумаете, тут два котёнка, да? На самом деле, смотрите. Делаем вот так вот. Хопа! Ещё один котёнок! Он спрятался за мамой. Лола родила трёх разноцветных котят. И им, кстати, сегодня уже четыре дня. Сейчас я попробую у Лолы аккуратненько попросить котёнка и показать вам его. Этот котёнок родился первым. Он очень красивый и серого цвета. Покажи свою молодочку. Покажи. Смотрите. Вот моя ладошка, и вот котёнок. Он очень маленький. Очень маленький. Малышей мы осмотрели. Они все здоровы и чувствуют себя хорошо. Этот котёнок родился вторым. Он такого же, наверное, раскраса, как и Лола. Но просто на головке у него больше чёрного. Такой маленький. Посмотрите. Привет, ребята. Я пока вас не вижу, но скоро, надеюсь, уже вас увижу. Этот котёнок родился последним. Он необычного раскраса и какой-то прям коричнево-рыжий, что ли. Мяу, привет! Привет! Ой-ой-ой, всё уже. Уже нервничает, нервничает Лола. Взяла котёнка. Всё, всё, всё. Нету больше котенка. Всё, вернула тебе всех. Ребята, я даже не ожидала, что Лола будет такой заботливой мамочкой. Она от них даже не отходит. Вот мне иногда приходится её брать на руки и нести до миски, чтобы она покушала, потому что она даже не кушает. Только они пискнут, она уже летит к ним. Поначалу я даже приносила воду, и она пила прямо в коробке с котятами. А ещё она постоянно обнимает их своей лапкой. Сейчас она так ложится, чтобы котятам было удобнее кушать. Вот я и показала вам наших котят. А как они будут подрастать, смотрите на моём канале Ярослава Влог. Там я их буду показывать чаще. Пока котята кушают, я буду отдыхать и заниматься творчеством. А что ты будешь делать? У меня такая специальная материя, она похожа как с ленточек материя. И я вот отрезала такие, ну, большие такие кусочки, и хочу сделать с них, знаешь, как накладные волосы куклам. Вот видишь, смотри, как получается. Ты будешь распускать? Да, видишь, как получается, как волос. Угу. А покажи, что ты сделала уже. Я сделала цветочек ещё. Цветочек из материи. А чем ты сейчас вообще занимаешься в последнее время? Расскажи ребятам, каким видом творчества? Бисероплетение. Плету из бисера всякие поделки. Покажешь какие-нибудь? Да. Это я все покажу. Вот я сплела такого зайчика. Это параллельное плетение. Да, вот здесь я буду показывать. Это называется параллельное плетение. Ещё есть перец. Перец чили. Есть вот такие вот жабки, но это пока что тут, а так, я не знаю, здесь, наверное, там валяются ещё такие жабки, которые могут прыгать. Они на проволоке. Это на нитке, а есть у меня ещё на проволоке. Тут разные они цветов разные. Это лягушка на нитке, правильно? Ну, из нитки она сделала, а некоторые у меня есть из проволоки. Так найди, где они из проволоки. Нет, бардак. Сейчас. Это дешенье. Лягушки! Вылезайте! О, нашла! Две лягушки. Ещё где-то колечко было. Вот оно. А, вот, да. И колечко ещё. Так. Вот такие вот лягушки. Одна стоит не очень, вторая. Это уже лягушки на проволоке. Не, 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 да. Потом ещё колечко. Серёжки у меня есть. Да, даже серёжки есть. Ой. Гоша упал. Такие вот серёжки. Это тоже параллельное плетение. Клубника и лимон. И вот самое моё любимое. Я его вот только недавно сделала. Сейчас я покажу. Я спрячу пока что. Я вот только вот его недавно сделала. Очень сложно. Я его два дня делала просто. У Ярославы появилась такая задумка. Сделать себе украшение. Воу. Вот такое украшение сделала Ярослава. На каждый палец сплела по колечку. Потом сделала браслет отдельно. И это всё соединила, ну, такими полосочками. Такая прям, как знаешь, перчатка получилась целая. Ну да, прикольно. Видите, от каждого пальца тут проведено на браслеты. Одно время было прям у нас рисование. Мы рисовали, рисовали, рисовали. Потом вышивание. Вышивание. Потом мы делали алмазную мозаику очень долго. Как-то вот она у нас прям очень долго шла. Не, подожди, там же шети были. Кто? Я ещё шила, это шила, собаку шила. Да, шила собаку. Дедушке подарила. Вот. И теперь вот бисероплетение. Сейчас я немного отдохну, потому что выступление было долгим, и я устала. А потом буду сама готовить картошку фри, как мне научила бабушка. Ясь, отдохнула уже? Да, чуть-чуть, да. Готова готовить картошку фри? Картошку фри, конечно. А сначала поможешь помолоть мне на котлетки? Ну, не знаю. Так поможешь или нет? Или ты только картошку будешь готовить? Помогу, помогу. Ну, пойдём тогда. Сейчас. Это что, ещё один цветочек будет? Да. Да? Да. Это твои заготовки? Угу. Смотри, вот, вот моя самая главная заготовка. Это ты из чего-то вырезала, да? Да, из закладки, которую я испортила. Угу. А потом? Из самодельной закладки? Будешь делать букетик, что ли? Ты не знаю. Или просто цветочки? Потом их на декор спустим. Фарш уже готов. Фарш уже готов. Я буду делать котлетки, а я буду чистить картошку на картошку фри. Нравится тебе чистить картошку? Да, очень. Потому что это штука специальная, да? Мне сначала нужно почистить картошку, помыть её, порезать, просушить и потом уже будем жарить. Нам теперь не нужно ездить в Макдональдс покупать картошку фри. У нас теперь есть повар, который готовит её дома. А ещё что ты с бабушкой готовила? Луковые кольца готовила. Тоже знаешь рецепт, да? Да. Я сюда чищаю последний картофель. Я уже жарю котлетки. Дети, если не умеете пользоваться ножом, то без родителей это делать нельзя. Мам, а как там твои котлетки? Не попригорали? Не попригорали. Всё с ними в порядке. Мои котлетки. Я посмотрю, как ты будешь лопать мои котлетки. Картофель обсох и отправляем его в сковородку. Я уже вижу, что некоторая картошка, она знаешь, уже видно, что такой чуточку такой корочкой покрывается. Конечно. Так это мы только вбросили. Первая партия уже пожарилась и сейчас я буду кушать. Пробуй. Вкусная? Да. Вот такая картошка в итоге получилась. У нас уже вещи, ребята. На этом моё видео заканчивается и я ложусь с Лолой спать. Да, Лола? Лола сбежала от котят, а котята тем временем тоже спят. Спят, усталые. Всем спокойной ночи, ребята. До новых встреч и всем пока! Пока!